Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС снова на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Виталий Димбовский мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. По традиции цифры статистики. С начала года только в столице на пожары ИЧС спасатели совершили более 1400 выездов. На пожарах погибло уже 5 человек. Единицу в печальную статистику добавил вчерашний день. Во время пожара в одной из столичных квартир погибла пенсионерка. Более подробно об этой трагедии в следующий вторник. Ну а сейчас подробности о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. Начало недели было в городе относительно спокойным. Если не считать происшествия на улице Селицкого. В понедельник спасатели пришли на помощь начинающему паркурщику. Восьмилетний мальчик застрял на трансформаторной будке. Нога ребенка провалилась между стеной и ограждением вентиляции. Достать ее оттуда школьник самостоятельно уже не мог. На высоте более одного метра непоседа и дожидался спасателя МЧС. Осмотр медиков показал, что мальчик травм не получил. Лечение в больнице ему не понадобится. А вот серьезный разговор с родителями вполне возможен. Напомним, что это уже второй похожий случай в столице за две недели. Во вторник днем в одном из гаражей в советском районе загорелся автомобиль Альфа-Ромео. Охваченная огнем легковушка загадочным образом завелась и самостоятельно выкатилась на проезжую часть. После чего столкнулась с двумя припаркованными иномарками. Ниссан Икстера и Порш Каен. В итоге оба автомобиля получили механические повреждения, а протранившая их легковушка полностью выгорела. Существенно был поврежден и гараж. К счастью, обошлось без пострадавших. Все причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Минск чрезвычайно. Также в этот день на номер 101 поступило сообщение о том, что на детской игровой площадке на улице Широкой в помощи нуждается мальчик. И снова ребенок оказался зажат, на этот раз грудной клеткой между ступеньками вертикальной лестницы на высоте полтора метра. С помощью гидравлического инструмента разжим кусачков прибывшие спасатели освободили восьмилетнего мальчика из железного плена. Он не пострадал. Спустя несколько часов, на этот раз уже во Фрунденском районе столицы, спасатели пришли на помощь еще одной школьнице. На улице Янки Мавра нога девочки застряла между металлическими прутьями в заборе школы. Самостоятельно выбраться у нее не получилось. К счастью, в результате происшествия ребенок не пострадал. В среду на проспекте Независимости возле БГУ легковушка Volkswagen Caddy в лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом Mercedes Vita. По предварительным данным у водителя микроавтобуса начался приступ, в результате чего он потерял управление и выехал на встречную полосу. Удар приняла на себя легковая машина. В ней находилась женщина. В результате сильного удара женщина-водитель легковушки оказалась заблокированной в кабине. Сотрудники МЧС использовали спецтехнику, чтобы освободить пострадавшую. Первую помощь медики оказали женщине прямо на месте. У нее были сломаны обе ноги. Водитель микроавтобуса серьезных повреждений не получил. По словам виновника ДТП, он страдает сахарным диабетом. Именно эта болезнь и стала причиной аварии по предварительной версии. Минск чрезвычайный. А в четверг утром брошенный окурок свыше расположенных этажей стал причиной загорания имущества на балконе трехкомнатной квартиры по улице Ташкентской. К счастью, никто не пострадал. В этот же день в столице днем имело место, можно сказать, огненное самоуничтожение автомобиля Форд. Во дворе одного из домов по улице Плеханово машина полностью сгорела. По словам водителя, он повернул ключ в замке зажигания, автомобиль завелся и сразу начал дымиться. Огонь вспыхнул практически моментально, и хотя спасатели приехали довольно быстро, тушить им пришлось только груду железа. В пятницу утром на 101 от прохожего поступил звонок о загорании крыши административного здания на первом твердом переулке. Когда на место прибыли спасатели, они увидели, что кровля горит открытым пламенем. Было установлено, что на ней загорелся утеплитель и деревянные элементы. В результате пожара повреждена деревянная обрешетка, сам утеплитель кровли – отделка мансардного этажа на общей площади 300 квадратных метров. Причина пожара пока устанавливается. Основная рассматриваемая версия – это нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ в примыкающем производственно-складском здании. Пострадавших в результате пожара нет. Минск чрезвычайный. В субботу на улице Горбатого сгорела баня. Спасатели вызвали хозяева частного подворья, где случилось ЧП. Огнеборцы справились с пламенем за считанные минуты, но к моменту их прибытия в строении уже полностью сгорела крыша. Из людей, к счастью, никто не пострадал. Все покинули баню до прибытия подразделения МЧС. Как выяснилось, вспыхнула баня из-за того, что ее неудачно растопил отец хозяйки дома. За прошедшие выходные спасателям столицы трижды пришлось выезжать на помощь братьям нашим меньшим. Заложниками неприятных ситуаций становились коты. В первом случае Мурку пришлось доставать с дерева на улице Грибоедова. Второй инцидент произошел на улице Кропоткина. Хозяева сообщили, что их любимец застрял в радиаторе отопления. При помощи специнструмента напуганного Ваську достали, после чего тот спешно спрятался от своих спасителей. Но, видимо, урок извлек, так как за батарею больше не полез. Ну и в последнем случае сотрудникам МЧС пришлось доставать кота из ливневой канализации по улице Городецкой. Благодаря спасателям ни один усатый непоседа не пострадал. Конец недели в воскресенье выдался для столичных спасателей без серьезных происшествий. Вот такой была ушедшая неделя в городе. Берегите себя. До встречи в следующий вторник. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин